Привет всем! Это следующий урок от Силены. Сегодня мы будем делать шикарный комплект из браслета и серёг. Для этого у меня есть вот такая цепочка с неразъемными колечками. Она продавалась готовой с замочком лобстером. Вы же можете взять обычную цепочку и просто прицепить к ней за колечко замочек. Для таких браслетов я не рекомендую брать тонкие изящные цепочки. Должны быть видимые кольца, потому что центр у нас будет объемный. Если вы прицепитесь к излишне тонкой цепи, то будет выглядеть неэстетично, да и работать неудобно. Вот такие у меня бусины. Это оникс зелёный, из которого часто статуэтки делают. Вот такие шапочки я посадила сверху на пины. Все бусины я подготовила заранее, все они на пины посажены. Это резной коралл. Белый коралл, очень красивые бусины. На камере плохо видно резьбу. Это жемчуг натуральный, фриформ, самого такого простого качества. Мне нравится тем, что они такие причудливых форм бывают. Это бусины цитрино прозрачные. Нефрит тонированный, около 8 мм. Здесь у меня две бусинки сразу посажены. Маленькая бусина нефрита и плоская бусина прессованной бирюзы. Её ещё называют яблочная бирюза. Что, конечно, в природе не бывает. Это всё прессованные камни, искусственные. И вот такие вот розочки. Из полимера, которые я таким вот интересным образом насадила на пины. Вот сейчас я поподробнее хочу остановиться на том, как такие розочки на пины посадить. Такие вот бусинки. Когда покупаете подогнюю узочки, убедитесь, что там есть дырочка сквозная. Берём пин подлиннее. Насаживаем где-то до середины пина. И теперь нужно приподнять ту часть пина, на которой шарик. Вот так. Это дело требует небольшой сноровки. И загнуть её к середине. Главное, чтобы ваш шарик дошёл до середины, а лучше чуть длиннее. Потом уберите пины самой максимальной длины. И теперь я начинаю скручивать. Вот это вот самое сложное. И особенно на камеру показать сложно. Лучше всё-таки инструментом это делать. Можно и рукой попросту скрутить. Хочу вам показать, чтобы было видно. Я просто вот так их вместе скручиваю. Шарик можно удалить и аккуратно докрутить пину. Но я этого делать не буду. И вот такую пятерку делаем. Всё. Мы прикрепили розочку. Ещё раз я это покажу. Смотрите внимательно. До середины, а лучше даже подальше. Чем больше вы будете скручивать, чем больше будет витков, тем ближе посадка будет к основанию розочки. Чем плотнее будет зафиксирована проволока. Пин брать не обязательно. Можно брать, если у вас есть проволока на метр проволоку. Не толстую. Где-то 0,4-0,5 максимум. Миллиметра. Ну вот, теперь мы готовы работать. Браслет у нас будет без центра. На цепочке. Вот я оборачиваю руку. Мой обхват. И где-то вот столько будет болтаться. Такой вот люверс в размере у нас будет. Ну и красиво, когда снизу руки болтается гроздочка бусин на цепочке. Вот у нас где-то середина вот здесь. Всё у нас тут не строго, потому что нет в центре ничего. Ни камни, ни большие бусины. Но самые большие бусины, которых у меня меньше, я, естественно, расположу ближе к центру, чтобы они уже в готовом изделии были в центре запястья. У меня это униксовые бусины, они самые большие. Я раскрываю колечко. Поэтому все бусины у меня в один слой колечки, не скрученные, чтобы их можно было открыть. И вдеваю где-то посерединке. Это не строгое правило. У нас здесь вымерить центр будет сложно, потому что браслет регулируемый размера. У кого-то рука толще, у кого-то рука тоньше. Всё это будет не видно. Никто миллиметром вымерять ни браслет не будет. Более того, он будет болтаться на руке туда-сюда. Но приблизительно, примерно к центру запястья мы располагаем такие вот большие самые бусины. Симметрии у нас здесь нет. Как Бог на душу положит, так и цепляем эти бусины. Как нам нравится. То есть это полный креатив без всяких правил. В принципе, я здесь в процессе присоединения бусинок распрямляю цепочку и смотрю, как это смотрится. Что-то переделываю, что-то оставляю. То есть всё методом тыка. Как хотите, так и творите. Поэтому такой стиль очень удобен для новичков. И таких строгих правил одно удовольствие. Далее я приступаю к более маленьким бусинкам. И так от больших к маленьким. Если у вас всех видов бусин одинаковое количество, вы можете просто начать с одного конца браслета и закончить на другом. Количество бусин должно быть не меньше количества калечек в цепочке. Ну, если у вас крупная цепочка, как у меня. Ну, вот желательно, чтобы он был такой достаточно пышный. Не кое-где висели бусинки, а так, чтобы рясно было на запястье. Теперь я цепляю жемчужины кораллы. Вот я посерединке между ониксовыми бусинами сейчас цепляю. Ну, это не строгая симметрия, но так, чтобы эстетично смотрелось. Если у вас все бусинки одинаковые, их у вас очень много, то начинайте прямо от замочка до самого низа. С одинаковой чередностью сегментов цепочки, то есть через одну или на каждую цепляю по бусинке. Либо на каждый сегмент по две бусинки. С каждой стороны сегмента. Вот я хочу подчеркнуть, что если вы хотите пышный-пышный браслет, особенно если у вас крупные сегменты и мелкие бусинки, тогда вам нужно взять бусинок в два раза больше, чем сегментов, и цеплять их по обе стороны от каждого сегмента. Не на одну сторону каждого колечка, а на две противоположные стороны. Так будет всегда аккуратнее, они будут красиво не спадать. Это не строгое правило в браслетах и колье, гроздеподобных. А вот в серегах это уже строгое правило. Потому что если вы будете цеплять бусины на одну сторону цепочек, то у вас перекосит сережку на одну сторону. То есть с одной стороны будет тяжелее, чем с другой. Того нам не нужно. Ну вот сейчас я приступаю уже. Так, к следующим бусинкам. Это у меня последняя коралловая. Осталось у меня бусины цитрина большие посадить и зеленого жемчуга. Кстати, забыла его показать. Тоже тонированный жемчуг. У нас в прошлый раз жемчуг был желтый, а этот салатовый. Цепляю цитрин. И в принципе таким вот образом, от больших бусинок к мелким, включаю розочки. Я использую не все бусинки. Сейчас мне еще понадобится для сережек. Но большую часть я использую для браслета. То есть я через какое-то расстояние большие бусины цепляю, а между ними потом вставляю маленькие. Но мне так удобнее. Вот такой у нас зеленый жемчуг. Очень блестящий, прям такой новогодний. Ну и так и продолжаем нанизывать. Вот я закончила браслет. Он у меня готов. Попозже я, наверное, добавлю немножко бусин, но побольше. Сейчас не буду на этом останавливаться. Мы с вами сейчас сделаем интересное дополнение. Вот видите, как смотрится. Можно еще больше бусин, он будет еще пышнее. Обычно рука вот так вниз опущена, и вот так вот они вот свисают. Так вот небрежно, в разные стороны, разного размера, разной фактуры. Такие очень романтичные браслеты получаются. Я люблю, когда в них жемчуг. Вот это вот бусина фемо. Цветок фемо, это из полимерной глины, вот такие продаются. Я уже насадила его на пин, точно так же, как маленькие розочки. Только вот крючок я делаю как можно ближе к одному краю и даже придавливаю его. Можно, в принципе, просто насадить на пин. То есть добавить металлическую бусину, маленькую, и продеть просто насквозь и сделать крючок. Можно так. Ну, теперь я его цепляю за конец цепочки. Когда покупаете бусины фемо, убедитесь, что там есть дырочка сквозная. Они везде, они есть, не в всех цветах. Такие бусины часто для скрапбукинга используются. И дырочек в них вообще нет. То есть они просто клеевые. Садятся на клей и все. Вот такая у нас будет болтаться. Такой цветок снизу. Я здесь его дополню бусинами внизу. То есть у меня будет такая вот гроздь, переходящая в цветок. Вы это потом увидите уже на конечном фото. Как бы вам показать. Вот он. Вот он болтается. Хотите цепляйте, хотите нет. Я вам просто показываю как вариант. Что можно делать с такими цветами. Он очень легкий по весу. Такой получился весь браслет такой весенне-ажурный. Очень глаз радует цвета. Мне нравится. И теперь мы с вами займемся кое-чем интересным. Это сборка сережек. Нам опять же потребуются те же цветы фимо. Вот такие отрезки цепочки. Цепочка у меня уже разъемная. Не сильно мелкая. Мне нужны два одинаковых отрезка. Цепочек длина. Цепочек выбирайте сами. Кто-то любит очень длинные серьги. Кто-то не очень. Ну, те же самые бусинки. И вот такой вот пин булавка. Который я использую для крепления. Мы тоже самое, кстати, могли также прикрепить и к браслету его. Ну, вот так. Ксочки отрежу. Где-то так. И вот тут теперь самое сложное. Фимо цветы достаточно прочные. Они гибкие, упругие. Так легко не сломаешь. Но все равно будьте аккуратнее. Когда отгибаете в сторону проволоку, в основном все булавки их металл гораздо более тугой, чем в пинах. И так он туго гнется. Вот сделайте вот такое крепление. Это у нас основа сережки. Дальше я использую застежку гвоздик с силиконовой заглушкой. Такой романтичной форме сердечка. Теперь у меня маленькое-маленькое колечко овальное. Просто крошечное. Я не хочу, чтобы его было видно, поэтому можете взять побольше. Вот это самое сложное. Монтировать крохотные колечки. Это не так просто, как кажется. Особенно вот в этом пространстве между цветком и булавкой закрепить его. Я всегда медленно это делаю, не спеша, чтобы ничего не сломать. Ну вот у нас сережка получилась. Вот она. Так она будет висеть. Теперь к ней мы прицепим цепочку. На каждом из этих моментов можно было бы остановиться. Вы можете сделать без цветка вообще. То бишь просто прицепить к застежке. В вашем случае к крючку. Прицепить цепочку. Можете просто только цветок. Здесь уже ваша фантазия. Я показываю все и сразу для того, чтобы во-первых пробудить вашу фантазию. Во-вторых, показать всевозможные разнообразные элементы бижутерии и что с ними можно делать. То есть техника одинаковая. Просто соединение всевозможных крючков и колечек. А результат у нас выглядеть будет совсем по-другому. Вот именно в серегах должна последовательность. Причем в обеих сережках она должна быть совершенно одинаковой. К самому первому колечку цепочки я цепляю большую вусину. У нас будут большие вусины переходить в маленькие. от верха к низу. Вот здесь вот важно, чтобы если вы вставляете бусинки в одно и то же кольцо, чтобы они именно были по двум разным сторонам. А не в одну сторону. Иначе у вас перекосит серега. Имейте это в виду. То есть всегда раскладывайте на пальцы цепочку, чтобы выровнять ее. Видите? И далее я уже более мелкие буду цеплять. Можно и так оставить. Можно в самом низу прицепить просто бусинку или несколько бусинок. Далее я отступаю немножко места и вдеваю розочку. У меня тут маленькие колечки, так как надо аккуратно придавливать, чтобы они и не выскочили из цепочки. Мы в то же время болтали свободно на ней. Вот так. Видите? Я отступила три колечка вниз и прикрепила розочки. Теперь делаю за нефритом точно так же в один и тот же сегмент по двум разным сторонам. Ну и таким образом продолжаем до самого низа. Насколько хватит бусин. теперь дело у нас дошло до яблочной бирюзы. Долго думала, как ее подцепить. Пожалуй, с тем же промежутком прямо возле самого края я ее и прицеплю. Внизу можно прицепить большую красивую бусину. это уже ваша фантазия. Я, пожалуй, так и поступлю. Но это я сделаю позже. И потом покажу вам, что получилось на видео. На фото, потом уже на конечном варианте. чтобы не терять сейчас время. вот так примерно. Так я монтирую последнюю бусину. Да, внизу явно чего-то не хватает. Пожалуй, даже будут цеплять небольшую бусину, а такую же с яблочной бирюзой, чтобы как бы завершить переход от больших бусин к маленьким. Ну, вот такой же я уже сделала. И вот браслет. Какой красивый комплект у нас получился. Очень оригинально, очень креативно, очень необычно, свежо, ярко, по-весеннему и очень нежно. Создавайте, творите и присоединяйтесь ко мне на следующих уроках. Увидимся в следующий раз. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова